Здравствуйте, дорогие друзья! Блестящий ученый, умеющий объединять профессионалов, создавать творческий коллектив единомышленников, атмосферу открытости, доброжелательности, демократии, присущую традициям казанского университетского менталитета, и удивительно талантливый человек. Так пишут о гости нашей сегодняшней программы. Докторе психологических наук, заслуженном профессоре Казанского университета, профессоре Института психологии и образования Леониде Михайловича Попове. Здравствуйте, Леонид Михайлович. Здравствуйте, Наталья. Рады приветствовать вас в нашей студии. Спасибо, что пригласили. Это вам спасибо, что нашли время прийти. Кроме того, что я уже зачитала, о вас еще пишут обладатель прекрасного голоса, самый безгалстучный преподаватель и руководитель, заботливый отец и удивительно любящий дедушка. Вот в этих кратких строчках автор статьи, из которой я взяла этот материал, фактически как будто вашу большую жизнь упаковал. Давайте ее немножечко распакуем. Расскажите немного о себе, пожалуйста. Вот к вопросу об этом. Однажды мой сын маленький еще говорил, знаете, про меня в газете в университетской написали. Я говорю, а что там написали? А вот к нам приходил журналист, тоже брал у меня интервью, и там написано, папа внимательно посмотрел на сына. Вот так примерно было, да. Понятно. Я, наверное, долго шел к своей профориентации через завод, через армию, через обучение на филологическом факультете, и только потом все-таки я осознал, когда меня пригласил к себе на кафедру работать Низамов Равелев Залович, что из двух направлений, которые мне предложил, педагогика или психология, я склоняюсь к психологии. Он говорит, ну, знаете, вот у нас психологов пока нет, надо вам поискать себе руководителя. То есть так определилось, что я все-таки внутри больше тяготел к философии и психологии. Вот так вот. Но психология появилась, шанс, и я решил, что это мое. У вас как будто бы это направление, ваше стремление к психофилософии. Я бы так сказал, даже в большей степени, да. И поэтому не случайно, что я, наверное, поступил в аспирантуру института психологии тогда АНССР в сектор философских проблем психологии. Прям как раз туда. Да, да, да. Так, и что было дальше? Ну, раз поступил, значит, надо сделать диссертацию. Ну, сделал диссертацию, через пару лет после того, после аспирантуры ее защитил. И, ну, почувствовал, что я уже теперь как бы полноценный психолог, имеющий кандидатскую степень. Хотя я не прерывал работы на кафедре психологии, педагогики психологии в качестве преподавателя. И мне нравилось, что я одновременно и занимаюсь диссертацией, и веду учебный процесс. Ну, ведь Казанский университет может быть в каком-то смысле слова вам благодарен за то, что появился спецфакт, за то, что вообще факультет психологии появился как таковой. Ну, да. Это же было очень сложно. Ну, как вам сказать. Видимо, в начале 90-х годов общая обстановка в стране уже потребовала того, что должны быть психологи в большем количестве, чем они были только в Московском университете, в Санкт-Петербургском, Ярославском, Ростовском университете. И началось движение к созданию психологических отделений. Поначалу это были отделения такого плана переподготовки, где в течение 9 месяцев готовили очень ускоренно психологов. И в Казани, в частности, это было связано с тем, что достаточно широко распространилось так называемое группировочное явление, и нужны были те люди, которые могли бы более плотно работать с подростками. И после этого ряд институтов, вновь созданных, стали создавать. Институты, вернее, факультеты, отделения психологии. Мы чуть-чуть даже позднее стали это сделали. Мы открыли отделение психологии в 1994 году в составе факультета журналистики, социологии и психологии. Вот с того времени началась профессиональная подготовка психологов. Ну, а меня поставили заведующим кафедрой и руководителем отделения психологии. И до 2003 года мы были вот в этом составе. Ну, а там, так сказать, по наставлению, рекомендациям, по подталкиванию ведущих деканов нашей Российской Федерации, когда я приезжал на совещание декана Московского университета, Санкт-Петербургского университета, Ярославского, они побуждали, давайте открывайте тоже факультет психологии. И, наконец, у нас тоже состоялось открытие факультета психологии в 2003 году, за что я благодарен ректору тогда Салахову Мегзюму Халимуловичу. – Леонид Михайлович, а вот когда вы стали завкафедрой, завотделением, и потом уже отдельным факультетом руководителем, по какому принципу вы преподавателей набирали, с учетом того, что было тогда мало еще преподавателей? – Конечно. Ну, во-первых, надо было обозреть всех тех психологов, которые имеют ученую степень. И благодаря тому, что уже в Казани существовало давно несколько человек, имеющих ученые степени, мы их собрали воедино. Потом на базе тогдашней лаборатории психологических проблем высшей школы были совершенно подготовлены психологи, я не буду уж так называть их сейчас, но один из них, допустим, Петрушин Сергей Владимирович, которые имели неплохой рейтинг не только в университете, но и далеко за пределами. Они занимались еще и практической психологией. Ну, и благодаря вот этому мы создали небольшой такой компактный коллектив, который на первом этапе довольно-таки интенсивно работал, потому что пришлось осваивать всем новые курсы. И это был непростой период для нас в становлении факультета. – Леонид Михайлович, как Вы считаете, у Казанской школы психологической есть свое лицо? – Я думаю, да, есть свое лицо. И, знаете, это лицо определено было уже впервые Бехтеревым. В 1885 году он пришел в Казанский университет по приглашению ректората. Сразу обозначил, что его интересует человек во всем его комплексном, так сказать, обличии. И его привлекает комплексный подход к человеку и практика, ориентированная нацеленность, на помощь человеку в преодолении его болезни, в преодолении его страхов, ну и так далее. То есть, вот я думаю, что это было заложено Бехтеревым. Вот 165 лет со дня его рождения мы будем праздновать уже в начале 2022 года. А в последующем, когда уже были лаборатории индивидуальных различий, лаборатории психологических проблем высшей школы, эта линия продолжала оставаться. То есть, с одной стороны, были наработки научные, и в этом плане мы были благодарны тем руководителям, которые работали в этих лабораториях, особенно были благодарны Пийсаху Нисону Мейеровичу. Одновременно он был сторонником того, чтобы наработки сразу внедрялись в учебную деятельность, в воспитательную деятельность в университете. То есть, вот эта сторона и научная, и практикоориентированная составляли лицо Казанской школы. Ну и это продолжается. То есть, получается, не психология ради психологии, а психология ради человека. Да, я согласен, что мы не совсем отрываемся от человека, как только в рамках его абстрактной психологии. Достаточно близко к нему мы находимся. Леонид Михайлович, а какие лично Вы направления психологии развивали? Скажем так, мой руководитель был Пановарев Яков Александрович, специалист в области психологии творчества и методологии творчества. Я к нему и пришел в аспирантур. То есть, меня направили с моей кафедры к нему для того, чтобы мы развивали творческое направление. Не художественное творчество, а научное творчество, студенческое творчество. Вот. И, в общем-то, я написал диссертацию по исследованию психологического механизма творчества, включая инициативу и общение, которое участвует в творческом процессе. Вот. В общем-то, это было и направлением докторской диссертации. А вот после защиты докторской диссертации мне пришло в голову, что надо заниматься тем, что близко, понятно всем. И я пришел, знаете, к какому заключению? Что надо избрать такие категории, которые однозначно воспринимаются всеми. И пришел в заключение, что надо заниматься, наверное, этической психологией. А там есть такие категории добро и зло. Всем понятны. Вот. И несколько лет подряд я занимался вопросами этической психологии. В том числе предложил, что она должна иметь свою специальность, свое направление. И есть все основания для этого. И это было поддержано тем же институтом психологии РАН. И несколько конференций, которые прошли тогда из сборников, показали, что тема духовно-нравственного развития, конечно, актуальна. Но сейчас как-то это направление снова угасло, скажем так. Вот. И теперь уже то направление, которым я стал заниматься, это направление ближе к практической деятельности человека. Это, в общем-то, психология человека. И на базе концепции классика Рубинштейна, его понимания личности, я сейчас разрабатываю, раньше назывался метод интервью с самим собой, а теперь это метод скаффалдинг, благодаря которому можно увидеть желания, цели и смыслы, которые человек перед собой ставит. Далее увидеть возможности реализации этих желаний и смыслов, то есть способностей, талантов этого человека. И, наконец, последнее звено в этой деятельности – это какие ты можешь реальные шаги уже делать по направлению к реализации своей цели. То есть привлекает не только способность человека поставить себе цель, но способность человека оценить себя и реализовать эту цель. То есть где-то это немножко прагматизм даже. Ну, с одной стороны, прагматизм, а с другой стороны, вы такую фразу сказали, вот когда говорили сейчас о смыслах, да, о поиске смыслов, и о том, что добро и зло, смысловой контекст вот этого, да, и вот это общее, ну, несколько, вы говорили, пониженный интерес сейчас к добру и злу, и к смыслам, в принципе, тоже. Потеря смыслов, которые сейчас вот мы видим, да, существующие, она же напрямую коррелирует с тем, что вот неинтересно сейчас людям стало, что такое добро и зло. И вы, получается, ну, пытаетесь разобраться вот в этой ситуации с учетом сегодняшнего дня в том числе, да? Да, вы знаете, ведь вот в психологии проходит просто тема мотивации, допустим. Ну, да, устремленность человека, желание, потребности человека. Но в последнее время все чаще и чаще стала подниматься, как бы, идея, а для чего это все тебе? То есть в чем смысл-то твоего стремления? И когда человек начинает задумываться об этом, в частности, я вот работаю со студентами и с аспирантами, а для чего тебе диссертация? Для карьеры, для самоудовлетворения, для того, чтобы жена посчитала, что ты, наконец-то, состоялся как ученый? Или ты хочешь организовать какой-то научный поиск? Тебе хочется решить какую-то научную проблему? Для чего тебе это? Люди ставятся в позицию, что ему надо, наконец-то, дать отчет. А для чего мне это? Да, диссертация, аспирантура, да, и обучение. И это помогает в последующем им осознать это и решить, действительно ли это ему нужно, или это временное явление. И это, на самом деле, не смысл, а просто цель. Да, да, цель для того, чтобы сделать себе карьеру, допустим. Леонид Михайлович, вот из того, что о вас написал журналист, я согласна точно и с этим сталкивалась, что вы руководитель, ну, безгалстучный, очень доступный для 100 агентов, потому что сама у вас училась. Но я никогда вас не знала с точки зрения обладателя прекрасного голоса. Что это такое? Расскажите. О чем это? Ну, в этом отношении, конечно, была дилемма в свое время. Я в армии отпел, так сказать, в ансамбле самодеятельным тогда. После этого, конечно, на университетской сцене все годы маячил. Тоже было приятно. Получал уроки у профессора Жиганова в консерватории. То есть это никак меня не отпускало. Была дилемма. Или все-таки заняться основательно психологией, или, может быть, прервать это все и уйти на сцену. Ну, скажем так, руководитель правильно говорил. Ты сначала профессию получи, а потом уж, ну, будет возможность. А то голос вдруг пропадет у тебя. Пропадет, и что ты будешь делать? Это Жиганова Светлана Назиповна говорила. Ну, так что я остался в профессии. Но, знаете, что помогало мне совместить это дело? Я всегда воспринимал, что лекции – это небольшой спектакль для студентов или для аспирантов. И поэтому ты готовишься к этому спектаклю. Но единственное, что ты не поешь, а проговариваешь какой-то текст или убеждаешь их в том, что… Ну, позиции в твоей, в твоей точке зрения на какой-то вопрос. И поэтому у меня осталось полное удовлетворение в том, что я совместил эти два своих направления в своей жизни и на сегодня не раскаиваюсь в этом. Это как будто вы сейчас сказали о вашем смысловом наполнении тех лекций, да? Да. Для вас вот вы такой смысл создали, чтобы было интересно. Да, пожалуй, и так. Как сейчас ваш голос, ваше пение встроено в сегодняшнюю жизнь? Поете? Дома? Ну, есть у меня три диска. Мы записали с профессором Сулеймановым. Он побудил меня к тому, давай, все-таки запишем, давай, запишем. И когда у меня был некоторый юбилей, я говорю, ну, давай, запишем. Записали, и теперь мы с женой слушаем, в общем-то, получаем определенное представление о том, что есть, какие, так сказать, песни удались, какие меньше удались, какие мне самому нравятся, какие не очень. Ну, в общем, да, с тем, чтобы как-то и это осталось у меня. Я не избегаю при возможности и петь среди наших университетских коллег. У нас есть же свое, профессор-шоу, мы иногда собираемся, да, да, поем. Профессор-шоу? Да, 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 да. Где можно вам посмотреть? Ну, традиционно это... Капустник? ...восьмое марта. Ага. Восьмое марта, актовый зал, вот, то есть несколько лет у нас было подряд. Знаете, в моей жизни был такой небольшой опыт, когда я сама создавала тоже к восьмому марта, единожды в году, хор из, ну, скажем так, как руководителей высшего начальствующего состава. И мы назывались «Долой субординацию». А, да, 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 да. Это было один раз в году на 8 марта. Можно ли сказать, что вот эта фраза из песни, «Нам песня строить и жизнь помогает», она вот созвучна, она действительно отражает? Конечно. Я, к сожалению, так не могу отвлечься. То есть иду иногда по улице, и у меня в голове звучат мотивы, звучат песни, и не могу никак отделаться от этого. То есть это уже на всю жизнь. Ну, с другой стороны, сейчас, когда следишь за здоровьем, одна из рекомендаций, оказывается, для того, чтобы сохранять лёгкие в полном порядке, надо или обильно проговаривать, или петь. И это помогает сохранению, особенно в ковидных условиях, здоровья. Ну, да. Ну, там есть ещё, на самом деле, рекомендация – дыхательная йога. Да, 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 да. Ну, я тоже вместе с вами за пение. Я прям двумя руками со вас. Ну, и дыхательная йога тоже замечательная. Особенно хорошо дышится, когда придёшь в парк Горького и пройдёшься по тем лесистым местам. Да, 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 по Швейцарии нашей, да? Да, да, да. Леонид Михайлович, одно из направлений, которым вы занимались где-то в середине 60-х, начало 70-х годов, я прочитала вашу статью про вас, это был вопрос об интуиции. Вы занимались этим вопросом, да? Ну, не совсем, не прямо, как бы сказать, но не избегал явления интуиции, потому что, согласно концепции моего тогдашнего руководителя, Пономарёва, интуиция была включена в состав центрального звена психологического механизма творчества. То есть, если вот к вопросу об интуиции, который сейчас на слуху, в которой сейчас многие нуждаются, и обладать которой многие очень хотят, с точки зрения науки, конечно же, надо сначала определить, где же место этого феномена в структуре, допустим, познавательной деятельности, художественной деятельности человека. И в научном-то направлении, конечно, пришлось определять. И я доволен тем, что у меня есть полное представление о том, как складывался этот феномен, как он и где проявляется. Но одна из очень сложных сторон в явлении интуиции – это невозможность до сих пор создать достаточно, как говорят, надёжный профессиональный тест на выявление способности предрасположенности к интуиции. Существующие, скажем так, вопросники, они больше такого, скажем так, самодеятельного, прикладного плана. Вот схватить сам феномен очень тяжело. И поэтому, конечно, мы можем сказать, да, ещё Спиноза обращался к интуиции, он считал, что интуиция – это высший уровень мыслительной деятельности. В последующем, я думаю, что самое интересное, в экспериментальном плане интуицию обнаружил Кёллер, зоопсихолог. То есть он изучал поведение человека, подобных обезьян, и стремился выяснить, где же начинаются интеллектуальные проблески, или, как мы говорим, разумная жизнь. И обнаружил, что если поставить нестандартную задачу, нестандартные условия, и некоторые особенно продвинутые животные могли решать эту задачу, и испытывали состояние подъёма, состояние, как говорят, эвристики, инсайта. И это было названо, так сказать, интуитивным озарением у животных ещё в начале XX века, но на материале сравнительной психологии. А в последующем уже, конечно, явление интуиции вошло в проблематику психологов творчества. Там французский психолог Эдвард Дебоне изучал в книге «Рождение идеи», где же интуиция, как проявляется. И Пономарёв изучал в своей книге «Психика и интуиция». Академик Кедров, изучая творчество Менделеева, нашего великого земляка и сооснователя таблицы периодической системы элементов, старался определить. Существовала же версия, что Менделеев во сне увидел. И эта версия прошла по всем книгам, и так и осталась. Но Кедров поставил цель. Выяснить, действительно ли так было. И пришёл заключение. Нет, не так было. Когда Менделеев ехал в своей сыроварне, там неожиданно к нему пришло решение этой идеи. То есть автор Кедров, кстати, пришёл в заключение, что должна быть какая-то ассоциативная подсказка для того, чтобы два направления, идущие совершенно по разным позициям, сошлись в одном месте. И произошло это озарение. То есть Кедров занимался этим явлением. Но в последнее время, допустим, в экспериментальном плане интересные работы были Богоявленской, так называемое креативное поле, где она тоже стремилась найти, где же начинается деятельность человека от репродуктивной, эвристической и переходит к креативной деятельности. Интересная задача. Она была поставлена на нестандартной шахматной доске, которая должна быть свёрнута в цилиндр, и там решалась задача поставить мат королю двумя разнопольными слонами. Ну, в обычном варианте доски совершенно не решается задача, а на цилиндрической дожке она решается. Но не это главное было в её экспериментах. Подспудный план, как у всех психологов, был другой. Она стремилась выяснить, кто же из испытуемых инициативен. То есть, кто может работать за пределами требуемой инструкции. И это было самое ценное. Я продолжал эти работы, и выяснилось, вы знаете, что интеллектуальные инициативы из сотни человек обладает, ну, 4-5 человек. Из сотни. 4-5 процентов, по сути. Интеллектуальные инициативы не стимулированы ничем. То есть, она самопроизвольно как бы идёт. Как теперь говорят, самопрезентация идёт, и самореализация человека. Генерация какая-то интеллектуальная, да, собственно говоря, получается. Вот мы в последнее время же говорим о том, что каждый человек должен быть активистом, должен быть активным строителем и созидателем. Но в значительной степени это созидательное начало стимулируется чем-то. И в меньшей степени оно идёт как бы от природы, изнутри человека. Ну, это явление мы стали называть теперь на лучшем плане субъектностью человека. Да, и она такая феноменальна, в общем-то, звучит. То есть, получается, в чистом виде творцов у нас 4-5 процентов. Да, это и по другим канонам. И если посмотреть на работы Уильяма Джемса, когда он говорит о самоактуализации, он тоже говорит, да, несколько процентов людей обладают способностью к самоактуализации в течение всей своей жизни. Остальные не самоактуализируются и занимаются не тем, чем их природа как бы родила к чему, а занимаются тем, что под руками, что надо было, что необходимо для денег и так дальше. И то есть не получают полное удовольствие от жизни. Вот что печальное. А вот к вопросу об интуиции. Вот эти 4 процента, ведь у них наверняка связь, ну, скажем так, вот с тем самым шестым чувством, там голос бессознательный, по-разному интуиции называют, она у них, наверное, более, ну, скажем так, ощутимая, осязаемая, крепкая? Или здесь больше доверия себе? Вот эти 4 процента, это не генетика же, да? Это что? Или все-таки генетика? Я не могу однозначно сказать, да. Потому что, ну, западные ученые склоняются в большей степени именно к генетике, к наследственности. Отечественная школа, скажем так, понимания человека, она же все-таки идет от Марса, она идет от социума, что все-таки все в социуме формируется. Да, материалистическая начало. То есть однозначности нет здесь, да. И я не могу однозначно сказать тоже. Тогда давайте вот к интуиции, ну, побольше развернем, да, вот для наших зрителей, развернем это явление, чувство, как по-разному можно назвать. Что это такое и какое влияние, если, ну, она может оказать или оказывать на нашу жизнь? Вот смотрите. Ну, во-первых, что же такое интуиция? Неожиданное нахождение истины, которое, ну, совершенно непроизвольно как бы возникает у человека. Он ищет решение какое-то и не может его найти. Ведь вот те же западные ученые, психологи, наши психологи пришли в заключение, что вот если есть проблема, проблема, человек стремится ее решить сразу. И если она не творческая, то он использует весь свой, так сказать, интеллектуальный аппарат для ее решения. Уже наработки, ведь у нас у всех есть программы определенные, интеллектуальные есть. И я стремлюсь на высоком уровне своей интеллектуализации решить данную проблему. Творческая задача не решается здесь. И вот Пономарев в свое время, предложив такой механизм, пришел в заключение, что человек все более и более спускается на нижние уровни организации своего интеллекта, вплоть до ручного мышления, которое свойственно почти животным. И часто именно там происходит некоторое озарение, вспышка необходимая для того, чтобы задача была решена. Другие говорят, что да, все-таки надо тут оценивать так, насколько у тебя, как у человека, работает правое полушарие. Что делать? Если существует асимметрия полушарная, то на сегодня принято, что левое полушарие отвечает за рациональную нашу жизнь, за логику, за дискретное видение мира, вот что важно. То есть за разрозненное видение мира, ячеистое видение мира. А правое полушарие отвечает за целостный образ этого мира. Вот что приятно. Ну, включая интуицию, включая эмоции, мы приходим к заключению, что, видимо, правое полушарие на сегодня представляет большой интерес в том плане, что мы ищем ресурсы дальнейшего развития интеллекта и снова и снова обращаемся к тому, что надо рассматривать вместе, в единстве и сознание, и бессознательную сферу, и подсознание. Потому что многие ответы заложены именно там. Мы только извлекаем их в удобных обстоятельствах, благодаря интуиции, оттуда и актуализируем их вовне. Так что интерес к интуиции теперь связан ещё и с тем, чтобы нам как-то, ну, сказать, найти ресурсы и резервы работы нашего мозга, у которого два полушария, и определить, или у тебя доминирует одно из них, ну, допустим, когда Павлов в своё время ещё определил, что есть три типа людей. Мыслители, художники и средние. Мыслители – это действительно левополушарные, логики, рационалисты, и именно они строят жизнь. Правополушарные – это художники, это люди эмоциональной, больше эмоциональной склонности. И, как ни странно, в литературе говорится, что это женщины преимущества имеют правополушарную, так сказать, доминанту. Ну, наверное, это неоднозначно на сегодня, в науке во всяком случае. Вот, и я думаю, что в этом плане мы ещё начинаем искать резервы в том, что немножко отталкивали, оттесняли, а именно в эмоциональной составляющей нашей личности. Она немножко отодвигается от нас постоянно, но мы видим, что без неё нельзя. Именно этим отличаются люди от всех технических устройств, которые нам сейчас насильно вошли в нашу жизнь, так сказать, и, по-моему, очень поглощают даже нашу жизнь. Вот смотри, Слинин Михайлович, вот вы сказали о том, что интуиция – это как бы, когда человек решает, хочет решить какие-то задачи, и это вот неожиданное озарение и решение этого вопроса, да? Я правильно поняла? Да, да, да. А ещё есть… Вот тут я всё поняла. А вот есть ещё такое понимание, по крайней мере, в устойчивых выражениях оно звучит. «Мне подсказала интуиция, мне подсказал шестое чувство». Я… Мне как будто интуиция подсказывает, что, допустим, ходи туда или не ходи туда. То есть это как бы уже другая сторона, ну вот, прикладного, что ли, применения интуиции как таковой. Она имеет место быть? Или под этим понятием, под интуицией, вот в привычном звучании, понимается нечто другое? Вот мне очень нравится на сегодня взлёт наших бизнесменов, взлёт тех людей, которые, скажем так, в прежнем режиме, в варианте советской власти, ну, не имели таких шансов для самореализации. Знаете, почему нравится? Потому что, с одной стороны, это люди решительные, с другой стороны, рисковые. А рисковый человек – это какой? Это тот, который не очень прагматически, логически упорядоченно, причинно-следственно всё выстраивает, а принимает решения на основе интуитивного уровня, на основе чувства, на основе ощущения. И, как правило, не проигрывает и имеет успех. И вот это позволило достаточно большому числу людей эпохи нового времени, называем так, в 90-х годах и позднее, совершить взлёты и оказаться наверху нашей иерархии. Ну, думаю, что на сегодня возникла и проблема, а как другим помочь выйти на интуитивный уровень осмысления и не всегда заботиться о том, что всё должно быть стандартизовано, всё должно быть упорядочено, у всякого следствия должна быть причина. Нет, иногда надо принимать решения как бы… Свободно и спонтанно. Свободно и спонтанно. И доверять себе, доверять своему чувству. Потому что, вот смотрите, ведь когда возникает вопрос о доверии, невольно возникает вопрос о вере. Понимаете? Ведь сложный вопрос. И с одной стороны, все мы, так сказать, понимаем, что есть субстанция, есть Вселенная, есть Бог или нет Его, и есть вера в то, что есть или нет. Понимаете? И в этом отношении верить себе – это большое счастье. Потому что ещё для интуитивных людей, которые занимают ведущие позиции у нас, допустим, я имею в виду недавнюю ушедшую из жизни Стив Джобс, обладают очень высокой самооценкой. Они ценят себя, они ценят то, что у них есть внутри, и свою, можно сказать, веру в то, что они правы. И доверяют себе, и принимают решения на основе своего доверия. То есть та самая самость, вот эта, она пользуется непреложным доверием. И мне понравилось про то, что вы сказали, вера и доверие. Ведь действительно, если разложить слово, доверие. То есть то, что существует в человеке до того, как, вера в себя, до того, как он ушёл туда с верой. Получается же так, да? Как будто бы. Вот, по крайней мере, я так поняла. Я также неожиданно для себя разложил слово «человечность», когда у нас была конференция по Бехтереву на «чело» и «вечность». «Чело, уходящее в вечность». Действительно. Интересно, да. Отлично, да, прекрасно. Чувство слова должно быть, конечно. Вот получается, как, что? Поскольку, по моему опыту, по крайней мере, не так уж много людей, которые доверяют себе, вот это вот принятие собственной самости, это достаточно частый запрос на приёме у психолога или психотерапевта. Как увидеть, начинать доверять себе? Вот я правильно понимаю, что всё-таки здесь мы опять возвращаемся в детство, да? Если, как в одной из книг я прочитала, ребёнок априори интуитивен, он доверяет себе, он пришёл в мир сам, и пока он ещё не подвержен никакому влиянию, он идеально интуитивен. Он интуитивно ест, он интуитивно спит, он интуитивно делает всё остальное, что ему хочется. Лучше сказать, непроизвольно. Непроизвольно. Ну, хорошо, да. Но потом получается, что вот эти внешние социальные адаптационные штуки, они закрывают нашу интуицию? Да, они его, скажем так, принуждают к произвольному поведению, к поведению, которое принято, которое упорядочено, которое стандартизовано, которое нашло отражение во всех канонах. И он теряет ту свою спонтанность, ту свою эмоциональность, и такую идущую от природы непроизвольность действий, которая уже уходит и уходит и уходит от него. И последующая наша, так сказать, социализация ребёнка в школе, он находится в жёстких условиях требований, в высшей школе, на производстве. Действительно, и очень немногие люди в этом плане остаются как бы верными себе, достаточно верными себе, ибо они неудобны. Они слишком уверены в себе, и общество стремится их пригнуть к себе, к своим правилам, к своим нормам, и они теряют это качество иногда навсегда. Или оно у них уходит глубоко внутрь. Хорошо. То есть, допустим, у нас всё-таки есть, наверное, тоже где-то 4-5%, может, чуть больше людей, условно говоря, у которых, которые смогли сохранить вот эту веру в себя. И уверенность в себе. И уверенность в себе, веру в себя, принятие в себя, все вот эти похожие, в принципе, понятия, и у них нет никаких проблем с интуицией. Им даже можно не объяснять, что это такое. Они говорят, да, я понимаю, я с этим работаю, я с этим живу, говорят они. У меня там нет проблемы. И есть огромное количество людей, которые хотят, чтобы у них это развилось. Да, им не повезло. Они попали в ту категорию людей, у которых всё это схлопнулось, как иллюминатор закрутили, да, чтобы вода, не дай бог, не попала, или что-то не выплеснулось. И у них нет вот этого прямого, прямой связи с доверием к себе. Как он? Вот он говорит, я хочу развить интуицию. Идти к психологу, заниматься просто упражнениями, читать литературу про интуицию, что делать? Вот, допустим, я хочу развить, вот на мне. Вы понимаете, я бы не стал вырывать интуицию из контекста деятельности и вот той самой смысловой составляющей, о которой мы говорили. Ведь интуиция не сама по себе интересна. Она интересна как часть чего-то, которая обладает способностью показать себя или решить какую-то проблему, решение, которое тебе очень нужно. То есть я бы сказал, что сама по себе интуиция – это хорошо, конечно, но без привязки к жизни, именно к конкретике, к контексту жизни, к деятельности, которой ты занимаешься, к желанию решить какую-то проблему, я не вижу так уж особенной ценности ее. И в этом отношении, да, конечно, хочется иметь множество-множество ресурсов для решения проблемы. И интуиция – один из этих ресурсов. Что для этого нужно? Вы знаете, вот обращаясь к нашим психологическим подходам сейчас, я бы сказал так, что мы включены в жизнь довольно абстрактно. Вот мы с вами беседуем, допустим, о интуиции. Что нас предметом нашего разговора становится? Только вот интуиция, интуиция. Хотя мы оба люди, которые обладают множеством-множеством еще качеств, способностей, интересов, но это пока за пределами нашего диалога. Так и в жизни у человека. Его часто видят только как работника, определенные сферы, определенные функции он выполняет, больше он неинтересен. А на самом деле, если вот человек полнее раскрывается во всех гранях, то есть у него гораздо больше шанс для того, чтобы открылись какие-то новые у него каналы, те самые интуитивные эмоциональные каналы, которые помогают и ему, и другим решить какую-то проблему. То есть я думаю, что сама по себе интуиция интересна, но ее надо обязательно привязывать к чему-то. К чему-то, конечно. И ждать возможности некоторого озарения на основе той проблемы, которая меня мучает, которая имеет значение для жизни и для других людей. Понимаете? Я поняла, о чем вы. Вы как будто бы сейчас говорите... Ну, я так услышала. Вы как будто бы говорите о том, что когда человек говорит, я хочу поймать эту интуицию и пользуюсь... А для чего она тебе? Для того, чтобы с меня не ее ответственность за свои поступки перенести. Ну, типа, это не я, это вот мне интуиция подсказала, поэтому я принял такое решение, да? Да, может быть, да. Но мы, собственно говоря, опять тогда упираемся. Опять что бы человек ни делал, он должен принимать ответственность за свои поступки. И в общении, и в развитии интуиции в том числе. Ну, хорошо, все-таки, если уж возвращаясь к тому, что это прописано в разной литературе, я знаю, что вы знаете какие-то способы, которые все-таки помогают вот это вот ощущение на пальцах, да, вот которое, на кончиках пальцев, развить в некотором смысле. Ну, для начала, допустим, надо определиться, диагностика такая. Ты какой? Левополушарный, правополушарный? У тебя есть уже потенциальная интуиция или нет? Как определяем? Ну, самый простой метод. Когда сцепляешь пальцы рук, выясняется, какой палец сверху. Левый, значит, не правополушарный. Левый палец сверху, значит, у вас хорошо развито... Правое полушарие. Левое полушарие. Почему? У нас же наоборот. Нет. Нет? Нет, да. Левое? Так, ага. Ну, такой тест. Или дубляж этого, складывание... Да, левое. Да? То есть повторяется. Повторяется. В других источниках, допустим, говорится о том, какой каблук ты стесываешь больше, левый или правый, то та часть тела у тебя доминирует. Ну и так далее. Ну, это мелкий вариант, но это диагностика такая примитивная, конечно. Но она как-то позволяет нам говорить. В действительности человеческий мозг так устроен, что он, конечно, при необходимости использовать ресурсы и левого, и правого полушария не случайно. Павел уже говорил, есть средний тип людей, мыслители, художники, средний тип людей. То есть средние, которые видят, что на каком-то этапе жизни надо погрузиться в левое полушарие, на каком-то в правое полушарие. И они находятся тоже в движении. И потом, я думаю, что вот крайне интересным является еще одна позиция, о которой, может быть, имеет смысл сказать. Академика Анохина, мне, знаете, она почему понравилась? Потому что я увидел новый взгляд на возможности реализации человека в обществе. Он пришел в заключение, что если перед организмом встает какая-то проблема, он физиолог, поэтому организм, встает какая-то проблема, то мозг начинает концентрировать усилие всех функциональных систем для того, чтобы эта проблема решена. И он использовал термин, знаете, какой? Взаимосодействие всех систем для решения этой задачи. Происходит взаимосодействие, то есть подчинение деятельности всех систем организма и для решения этой задачи, этой проблемы. Я думаю, что это имеет отношение, наверное, и к выздоровлению, когда мы говорим о самоисцелении, о необходимости воздействия на самих себя. Но еще бы я хотел сказать, сослать в этом случае, как вызвать интуицию. Вот упомянутый уже великий бизнесмен Стив Джобс сказал, не то, что сказал, он очень тщательно изучал философию Востока и признавал ее, и признавал, допустим, йогу, и говорил, что состояние покоя, которое ты можешь себе вызвать, лучший способ вызвать интуицию. Концентрация и состояние на какой-то позиции и вызов состояние покоя у себя – это путь к интуиции, то есть путь к включению того, что бессознательно придет для решения сознательно поставленной проблемы. Ну, один из приемов. Ну, а чтобы тренировать это, там, я прочитал, что надо, допустим, левой рукой пытаться учиться писать, для этого использовать тетради для первоклассников и… Прописи. Так сказать, писать. Для этого надо кушать левой рукой, для этого надо чистить зубы, тоже левой рукой щетку брать, и тогда у тебя, ну, будет какая-то тренировка в том, чтобы и, так сказать, правополушарные способности перешли к тебе. Это один из, так сказать, подходов. Я вот здесь, знаете, подумал еще вот о чем, что медитация, которая есть, важнейший инструмент достичь состояния покоя, ведь сопрягает в определенной степени с теми подходами, которые у нас Бехтерев определил как гипноз. Что бы еще я хотел сказать по некоторому движению к рецептам? Отказ от стереотипов – самый путь прямой к тому, что ты будешь пользоваться интуицией. Стереотипов у нас очень великое множество. И в психологии, например, часто называют установки. Мы живем в мире установок, то есть готовности совершать какие-то действия, как это принято. Мы готовы каждый день ходить по одной дороге в университет. Хочешь развить интуицию – ходи по разным дорогам, по необычным дорогам, и это будет приятно тебе, и ты будешь получать какие-то новые впечатления. Я думаю, что это тоже один из путей. Или приготовь на сегодня завтрак совершенно необычный. Не из того, что ты привык каждый день кружить, а из того, что тебе в голову пришло нестандартный какой-то. Как будто вы сейчас говорите о какой-то такой… Ну, в мелочах, но возможности дать себе внутреннюю свободу, да? Да, да, да. Отказа от… Прежде чем ты собираешься идти по проторенному пути, остановись и посмотри, какие еще есть возможности прийти к тебе. А вот смотрите, еще одна возможность. Вот и об этом я стал внимательно сейчас читать, ну, так в своем возрасте уже. То есть люди, живущие, так сказать, долгие годы, говорят, надо почаще оставаться наедине с собой. То есть наедине с собой ты, наконец, начинаешь осмысливать, что ты делаешь, для чего ты делаешь, в чем там смысл твоей жизни и так далее. И вот этот внутренний диалог – это самый близкий путь к тому, что ты вскроешь интуитивно те ресурсы, которые в тебе есть. Задумаешься над тем, чего у тебя раньше не было. Внутренний диалог очень полезен. Ну, и еще один путь в этом направлении, в рамках внутреннего диалога, все психологи советуют. Если ты хочешь что-то получить в жизни, чего-то добиться в жизни, обязательно визуализируй это. То есть у тебя должен быть какой-то образ того, чего ты хочешь. Я вот по себе могу сказать, мне потом жена, так сказать, говорила, у тебя же так и получилось. На каком-то этапе, к очередному дню рождения, ну, что-то я говорю, вот мне бы часы хотелось получить в подарок. И смотрю, к рождению мне подарили трое часов. Так вот спонтанно получилось, и я до сих пор еще ношу с тех пор очередные часы. Три человека ваш сигнал услышали. Да, видимо. То есть я желал, я визуализировал этот образ, и он ко мне пришел. Ну, теперешняя психология, говорят, обращайся к Вселенной, и она тебе это обязательно даст. Ну, это просто желание упростить, как бы, более доступными сделать. Тут еще, Леонид Михайлович, знаете, какое я вас чуть-чуть, извините, перебила. Когда вы сказали о побыте наедине с собой, я вспомнила, что я недавно читала, оказывается, у нас еще одна проблема в обществе. Ну, вот в виде сегодняшнего технократичности чрезмерной человек не может находиться один с собой. И вот этим бесконечным тревожным состоянием, что такое остаться на собой? У тебя должен быть выключен телевизор, ты должен убрать телефон, у тебя никого рядом не должно быть. И вот в этом состоянии, как выясняется, человек может провести одну-две минуты, потом его выбивает просто, выбивает. Да, ну, помните, в психологии же существовали опыты, когда человека полностью лишали всего чувственного познания, погружали его в ванну очень теплую, наушники надевали и так далее. То есть он полностью лишался возможности чувственным образом воспринимать мир. У него начинались галлюцинации, то есть он не мог долго пребывать. Да, страх потери контакта один и один. Конечно. То есть в этом отношении я понимаю, что у нас столько на сегодня, скажем так, раздражителей, к которым мы привыкли, и которые нам, в общем-то, и не мешают жизни, с одной стороны, но с другой стороны, ведь они отвлекают все равно от чего-то главного. И мы стереотипно включаем то, говорим с этим, звоним, отвечаем, смотрим в компьютер. Хотя на каком-то этапе полезно отвлечься от всего. И лучше всего, как говорят специалисты по развитию интуиции, погрузись в природу. Уйди в лес, отключи телефон и побудь там хотя бы полдня. Да. И очень многое тебе придет в голову. И успокоение, а покой, как мы решили, что это путь к интуиции, природа. Спасибо, Леонид Михайлович. Очень интересный разговор. Я думаю, что те зрители, которые действительно интересуются интуицией, вот после именно вашего подхода к этому, немножко по-другому на нее посмотрим. Это, скажем так, не в прикладном смысле слова, а в более глубоком, скажем так, в более глобальном. И вот эта вот правополушарность, возможность ее развития, это реально совершенный инструмент к тому, чтобы, по крайней мере, раз мы выяснили, что у меня доминирует левый полушарий, я вот это точно буду делать. Это ведь несложно совершенно. А вот смотри, еще есть одно упражнение, ладно, за пределами. Я его тоже использую постоянно. То есть ты включаешь фильм на середине. Интуитивно ты должен угадать, что было до того и чем закончится. Если ты угадываешь, у тебя развита интуиция. Да. Да, тоже хороший способ, замечательный. Ты подходишь к остановке, допустим, в сайт три человека. Твоя задача угадать, кто из них лидер, а кто ведомый. Кто первый скажет «до свидания», тот и лидер. Да, тот и лидер. И проверите это. Интересно же? Да, интересно. То есть наблюдение и угадывание. Леонид Михайлович, в конце нашего разговора, в связи с тем, что декабрь, скоро Новый год, и под Новый год у всех, даже у профессоров, есть какие-то желания, есть какие-то планы, на которые нужны ресурсы, на которые нужно время, разного плана ресурсов. А мы же психологи, и поэтому у меня для вас психологический сюрприз, а точнее метафорическая карта, которую вам можно взять и посмотреть, где находится ваш ресурс на то, что у вас есть в планах ближайшего будущего. Можно взять? Да, можно взять. Любую. Давайте вот эту вот возьму. К разговору об интуиции. Итак, ну что ж, отличная. Отличная? Да, от чего я кайфую. Мне показалось, что от сегодняшнего разговора вы точно кайфуете. Точно, да. И не только от него. Здесь вот показано, по-моему, пребывание. Ой, замечательная какая собака. Пребывание собачки в ванне. Надеюсь, что моя мечта исполнится, и я в следующем году, наконец, оформлюсь в бассейн. Класс, отличная мечта. Да. Ну хорошо. Ну что, дорогие друзья, тренируйте интуицию, наблюдайте за собой, будьте внимательны к себе, доверяйте себе, прислушивайте себе, и все будет хорошо. С вами была передача «Фокус на человека». В студии работала Наталья Ежова. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok